И вот так по всей деревне пастух идёт, и каждый хозяйке какую-нибудь такую песенку вот споёт. По образованию я артист оркестра, солист, оркестровый музыкант. А как пришёл фольклор, как приходят в фольклор, я думаю, по большей части вообще случайно. Мне предложили летом, у меня было свободное время, предложили поехать и помогать девочкам таскать магнитофоны в экспедицию. Я согласился, поскольку других планов не было, поехал. И впервые там столкнулся с необычной для себя, для музыканта, с необычной очень ситуацией. Когда в простом каком-то деревенском доме простая бабушка вдруг при мне стала исполнять песни. Причём какие песни, я никогда таких песен не слышал. И никогда не мог себе представить, что это вообще культура такая есть, подобная культура есть. Я знал до этого и хор Пятницкого, знал какие-то другие народные оркестры, знал каких-то солистов, исполнителей и так далее. Но всё это была та культура, которая меня не привлекала и она меня не трогала как музыканта. Как-то вот оставляла равнодушным. Я вообще, ну, есть и есть. Я не считаю, что это моя родная культура национальная. Как-то не обращал внимания. А здесь просто был прикован. И вот тот час первого сеанса, который шёл, он пролетел абсолютно незаметно. И я был просто вот убит на повал этим откровением. Откровение было во всём. Откровение было в том, что этот человек, который пел, эта бабушка, она была абсолютно необразована. Но в то же время пела и пела настолько интересно и необычно. Откровение было в том звуке, которым она пела. Во всей окружающей обстановке. И после этого я, прямо скажем, заболел этой культурой. И, в общем, вот эта первая поездка, она решила дальнейшую судьбу. Однажды удалось прочитать, кажется, в Советской России статью Пескова Василия, нашего известного журналиста. О том, что, значит, на Волге живёт такой пастух. Мой тёзка тоже, Сергей Осипович Красильщиков. И, не откладывая долгие ящики, я вот и решил как раз поехать к этому пастуху. Вот эта встреча, она тоже предопределила мою судьбу, мой круг интересов на оставшуюся жизнь до сегодняшнего, наверное, дня. У пастухов в репертуаре очень большое количество таких лирических, протяжных песен, наигрышей, которые они сами собой где-нибудь там на окраине леса разыгрывают и поют. В основном, когда их даже никто не слышит. Это как бы внутренняя очень, очень внутренняя музыка, глубоко своя. И в качестве такой песни одной мне Сергей Осипович сыграл «Шумел камыш». Я сначала замахал руками, как только лечится, не надо, не надо, «Шумел камыш», такая песня ужасная. Он говорит, какая ужасная песня? Ты что, её знаешь? Говорю, ну как же там, «Шумел камыш», деревья гнули, все пьяницы поют. Нет, ничего подобного. Говорит, очень такая жизненная, очень трогательная песня. Ты вот её сначала выслушай, а потом, значит, будешь говорить что-нибудь. И он мне сыграл её от начала до конца и спел сам. И я понял, что песня действительно достойна того, чтобы её исполнять. И вот с тех пор я, во всяком случае, в своих встречах каких-то, в творческих обязательно всегда её пою, эту песню. И народу нравится. Сыграть? Шумел камыш, ай, деревья гнули. Шумел камыш, ай, деревья гнули. Оставала кругом помятая трава, Но ни одна трава помята, Помята девичья краса. Придешь домой, а дома спросят, Где всю юночку пробыла. О, ты скажи, в саду гуляла, Домой тропинки не нашла. А если дома не узнают, То приходи опять сюда. Пришла она, его уши нету, Его не будет никогда. Она глаза платком закрыла, И горько плакать начала. Куда моя краса девалась, Кому я счастье отдала? Некрасота ее сгубила, Ее сгубила простота. Вот видите, действительно очень житейская и трогательная, я бы сказал, задушевная песня. А представляете вы себе, чтобы вы или Муслим Магомедович исполнили ее где-нибудь в концерте? Ну, вы знаете, что? Ну, такая мысль была. Во всяком случае, Муслим делился этой мыслью со мной, он хотел. Но его тоже немножко останавливало. То же самое, что у этого молодого человека. Это такая принадлежность людей, которые в кайфе находятся, веселятся, которым хорошо. И они взяли ее себе, эту песню. Но мне песня нравится действительно. Насчет того, что исполнила ли бы я ее. Вы знаете, если я бы, соответственно, составляла какую-то программу, и когда уже совсем была бы публика моя, и возникло то самое братство, о котором говорил Валерий Гаврилин, может быть, я бы на бис испела ее. Ну, наверное, испела ее акапелла. Но совсем, конечно, не так, как исполнил этот молодой человек. Вы знаете, я на чем себя поймала? Что я абсолютно не слышала... Первый куплет только я слышала, как он интонирует, потому что он абсолютно интонирует так, как он играет на своем инструменте. Он делает свой голос, как инструмент. А я слушала его рассказ. Это просто рассказ. И совершенно бесстрастным голосом он рассказывал, что произошло вот этой самой темной ночкой, которая была такая темная. То есть это вот именно такое истинное исполнение? Это рассказ. Вот то, что происходит обычно в деревнях, когда поют либо частушки, либо вот такие вот песни. Песни-рассказы. Там же никто не задумывается. С моралью. Только с моралью. Всегда. Народные песни всегда с моралью. То, что мне в них и нравится. А морально-городские песни.